Сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять над текстами Священного Писания, которые записаны во втором послании апостола Павла к Тимофею. Вы знаете, второе послание апостола Павла к Тимофею, можно сказать, особенное послание. Скорее всего, это одно из самых последних посланий апостола Павла. Мы знаем о том, что апостол Павел совершил три миссионерских путешествия, о которых записано в Библии. Но, скорее всего, было еще одно путешествие, которое в Библии не записано, но, скорее всего, оно было. Мы знаем, что последнее его миссионерское путешествие закончилось в Риме, когда он находился в темнице. Но, скорее всего, после этого заключения его оправдали и через некоторое время его выпустили. И вот тогда он совершает еще одно путешествие, куда он ходил и где он проповедовал, мы, к сожалению, не знаем. Но знаем то, что в то время, скорее всего, это было время правления императора Нерона, время, когда Нерон преследовал, очень жестоко преследовал христиан. И мы знаем о том, что, в конце концов, Павла опять арестовывают и на этот раз опять сажают в тюрьму в Рим. И он уже понимает, что это его последнее заключение. И вот, когда он находится в тюрьме в Риме и понимает, что жить ему осталось совсем недолго, он пишет это письмо. Письмо своему другу, письмо своему соработнику и, можно так сказать, ученику. Он называл Тимофея своим сыном, которого он родил, которого он приобрел для Евангелия. Вернее, Тимофей был для него как сын. И вот в этом письме, которое пишет апостол Павел Тимофею, это письмо имеет несколько целей, почему он его пишет. И, наверное, одна из целей, почему пишет Павел письмо, это он хочет еще раз увидеть Тимофея. Еще раз перед своей смертью, перед своей кончиной увидеть этого своего ученика, можно сказать, любимого ученика. И поэтому много раз в этом послании он повторяет, поскорей приди, поскорей приди. Но можно сказать, что есть и еще одна цель этого послания. Дело в том, что мы не знаем, успел ли Тимофей увидеть Павла до того, как его казнили или нет. История ничего об этом не говорит. И можно сказать, что вот это письмо, послание апостола Павла к Тимофею, оно, с другой стороны, является вот этим последним духовным завещанием, которое апостол Павел завещал Тимофею. И вот что он пишет вот в этом письме, что заботит апостола Павла, о чем он переживает в первую очередь. Переживает ли он по поводу своей скорой кончины? Павла, конечно же, нет. Это не то, что бы беспокоило его. Но для него, то, что для него важно, важно то, чтобы та весть, которую он возвещал, чтобы эта весть не умолкала. И чтобы были другие люди, которые смогут потом, после того, как апостол Павел отойдет, чтобы они могли подхватить эту весть и понести ее. Апостол Павел видит в Тимофее своего преемника. И поэтому он хочет сказать ему нечто очень и очень важное. И вот, когда апостол Павел описывает ту миссию, которую должен совершать каждый верующий, и, конечно же, и Тимофей, он прибегает к одной интересной метафоре. И вот я бы хотел сегодня вместе с вами порассуждать как раз именно об этой метафоре. Во второй главе апостол Павел говорит такие слова. Во вторая глава, с девятнадцатого текста я прочитаю. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. И вот сегодня я бы хотел вместе с вами как раз и поразмышлять вот над этой метафорой апостола Павла, которую он использует в своем послании. Он сравнивает нас, людей, с чем? Он сравнивает нас с сосудами. Интересно то, что апостол Павел использует эту метафору достаточно часто. И в послании к Оренфианам, и в послании к Римлянам, и в послании к Тимофею, и в других посланиях он очень часто говорит о том, что мы являемся чем? Мы являемся сосудами. Почему-то для него вот эта метафора, она была очень и очень близкой. И вот давайте себе представим жизнь людей в древности. В принципе и сегодня у нас, ну, хотя технологии и все остальное, оно достигло большого развития, но тем не менее мы можем увидеть, что и у нас сегодня есть много-много общего с этими, с людьми времен апостола Павла. Представьте себе, как начинался день любого человека лет этак две тысячи назад. Что мы обычно делаем по утрам? По утрам мы, как правило, умываемся. В наше время это все достаточно просто. Достаточно пойти в ванную комнату, открыть кран, и мы будем иметь воду. Но в то время, во времена апостола Павла, конечно же, это было невозможно. И для того, чтобы умыться, что необходимо было людям? Взять какой-то кувшин, набрать туда воды и таким образом, таким образом умыться. Вот, конечно же. И сегодня для того, чтобы покушать, мы чем пользуемся? Тарелками? А варим? Кушать в чем? В кастрюлях. Но это тоже что? Это тоже своеобразные, своеобразные сосуды. Для того, чтобы хранить что-то, мы что используем? Сегодня век пластмассы, и, как правило, используют разные пластмассовые контейнеры. Но в древности, когда пластмассы не было, самым надежным и самым простым методом хранения были тоже сосуды, как правило, глиняные сосуды. Мы сейчас, археологи, находят очень много амфор, в которых люди хранили пшеницу, хранили другие свои продукты. То есть, все сохранялось тоже в чем? В сосудах. Хорошо. Давайте подумаем вот о чем. Например, вы покушали, и у вас остался какой-то мусор. Куда мы обычно сейчас все это ложим? Специальные мешки полиэтиленовые есть для мусора. Но в древности таких мешков, таких мешков не было. И для этого тоже нужен был какой-то сосуд, какая-то емкость, куда все это можно было собрать. Или взять, может быть, такой пример. Вы знаете о том, что, может быть, это не очень кафедральный будет пример, но даже если исправить свою нужду, сегодня мы ходим в туалет, да? Но в древности туалетов не было. И тоже необходимо было что? Необходим был какой-то сосуд. И вот, скорее всего, размышляя обо всех этих примерах, апостол Павел говорит о том, что в большом доме есть сосуды какие? Разные. Одни для почетного употребления, а другие для низкого употребления. И вот давайте представим себе такую ситуацию. Вот любая хозяйка, я думаю, у нее в доме есть сервис. И этот сервис она хранит для особых случаев. Когда приходят какие-то важные, почетные гости, то тогда она достает этот сервис, накрывает его на стол. И вот это какие сосуды? Почетные, да? Сосуды для почетного употребления. Или те сосуды, которые мы отделяем для чего-то особенно, особенно важного. Например, когда мы совершаем обряд вечери, у нас тоже есть что? Определенные сосуды, которые мы не используем больше ни для чего другого. Сосуды для почетного употребления. Вот интересно то, что вот эту вот метафору, метафору о сосудах апостол Павел не придумал сам. Он взял ее из священного писания. Если мы откроем книгу пророка Иеремии, 18 главу, то здесь мы говорим о том, что мы читаем о том, что Господь сам сравнивает себя с горшечником, который изготавливает сосуды. Книга пророка Иеремии, 18 глава, с первого текста. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань и сади в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника. И вот он работал, свою работу накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. И таким образом мы видим, что Господь Сам предлагает эту метафору. Метафору именно сосудов. Или сравнение с сосудами. И можно сказать следующее, что Бог всех нас изготовил как сосуды. Для того, чтобы мы исполнили какую-то определенную миссию. И вот скажите мне, пожалуйста, какая миссия у любого сосуда? Для чего он сделан? Правильно. Сосуд сделан только для одной цели. Чтобы он был чем-то наполнен. И вот что интересно. Если продолжить эту метафору, которую развивает апостол Павел, то можно сделать следующий вывод. Бог всех нас сделал сосудами, но Он их что? Не наполнил. Но Он оставил это для нас. Чтобы каждый из нас наполнил этот сосуд. Чтобы мы наполнили себя сами. И вот здесь возникает самая большая проблема. Практически все люди в этом мире, они чувствуют какую-то пустоту внутри себя. Они чувствуют вот эту вот нужду в том, чтобы быть наполненными. И они постоянно ищут, чем себя наполнить. И вот для того, чтобы наполнить, наполнить нас, наполнить самих себя, нам необходимо понимать, а в чем является наше предназначение. И вот если говорить о смысле человеческой жизни, то это, наверное, один из самых главных вопросов, которым занимается наука философия. И философы на протяжении уже многих лет, они задаются за вопросом. А в чем же смысл человеческой жизни? Чем нужно себя наполнять, чтобы жизнь приобрела какой-то особый смысл? И вот я совсем недавно в интернете поискал цитаты известных людей о том, что они говорят о смысле жизни. И вот интересно то, что сегодня, в 21 веке, люди и философия вся до сих пор и не знают ответа на этот вопрос. Смотрите, что они говорят. Например, один человек, Генри Миллер, говорит следующее. «Мы должны придать смысл жизни, так как очевидно, что смысла у жизни нет». Другой человек говорит, Джозеф Кэмпбелл, «У жизни нет смысла». Каждый из нас имеет смысл и привносит этот смысл в жизнь. Это пустрая трата времени спрашивать, в чем смысл жизни, если ты сам являешься ответом. Вот и получается, что философия, которая уже существует около 4 тысяч лет, так и не дала ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Известный немецкий психолог Виктор Франкл, который долгое время провел в концентрационном лагере, так как он по национальности был еврей, а вы знаете, что многих евреев заключали в концентрационные лагеря, и там он пробыл достаточно долгое время. И за это время, которое он пробыл там, он видел очень много ужасных примеров. И самое ужасное было то, как он потом описывает это, что люди теряли вообще всякий смысл в жизни. И вот когда человек теряет вот этот вот смысл жизни, эту наполненность жизни, то тогда на него просто очень-очень жалко, очень жалко смотреть. И когда он описывал все это, он говорил о том, что вот каждый человек, попадая в концлагерь, он проходит через несколько вот таких вот этапов или периодов в своей жизни. И первый период – это шок, когда человек просто не может принять эту реальность. Например, человек, который был преуспевающим бизнесменом, или преуспевающим врачом, или архитектором, или инженером, или кем-то другим, вдруг попадает в такую ситуацию, где он теряет практически все, где люди перестают его ценить как личность, как человека. И вначале у него наступает шок, и он не может принять это. После этого наступает период апатии, когда ему становится все равно абсолютно, что происходит вокруг. И для него просто главная цель – это выжить. И третий период, который переживает человек, это деперсонализация, или моральная деформация личности, когда человек просто перестает… Вот эти вот качества личности человека, они полностью, полностью стираются. И что можно сказать о нас? Можно сказать, что мы, все люди, также находимся в каком-то подобии этого концентрационного лагеря, когда мы отделены от других цивилизаций, и каждый из нас пытается выжить в этом лагере. На этой земле мы все, можно так сказать, заключенные. И помните, как сказала одна поэтесса, или поэт, я не помню сейчас точно, «Остановите землю, я сойду». Действительно, на этой земле очень сложно, очень сложно выжить в этих условиях. И вот именно от того, что люди не до конца понимают смысл жизни, они начинают заполнять себя, вот чем попало, разными вещами. Кто-то карьерой, кто-то погоней за удовольствиями, кто-то погоней за деньгами, но все это, в конце концов, не насыщает. И все-таки смысл жизни должен быть. И мы только тогда обретаем настоящий смысл жизни, когда наполняем наши сосуды именно тем, чем они должны быть наполнены. И тот же самый апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в четвертой главе и седьмом стихе, опять прибегает к этой метафоре, метафоре сосудов. И он говорит следующие слова. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». И вот смотрите, что говорит апостол Павел здесь. Он говорит, что опять же, что каждый из нас является чем? Сосудом. Но в этих сосудах хранится нечто драгоценное, нечто особенное. И таким образом мы можем сделать следующий вывод, что сосуд становится почетным, когда его наполняет нечто ценное, нечто сокровенное. И можно, наверное, много говорить о том, чем не надо себя наполнять. Но давайте посмотрим, что говорит Библия о том, чем надо себя наполнить. Что есть самое ценное в этом мире, чтобы нам наполниться им. И тут же опять само Писание апостол Павел дает на это ответ. В послании к Ефесянам в пятой главе и восемнадцатом стихе апостол Павел говорит следующие слова. «И не упивайтесь вином, от которого бывают распутства, но исполняйтесь Духом». Итак, само Писание говорит, дает ответ на этот вопрос. Единственное, чем мы можем по-настоящему наполнить себя, это наполнить Святым Духом. И наша жизнь тогда обретает смысл, истинный смысл, когда мы наполнены Духом Святым. Но, вы знаете, наверное, это не так просто. Я помню, однажды разговаривал с одним человеком, и этот человек уже был пожилого возраста, и я говорил с ним об Иисусе, говорил с ним о вере в Бога. И вот в конце этого разговора, а вы знаете, этот человек был достаточно дорогим и важным для меня, и остается. В конце этого разговора этот человек сказал такие слова. «Он сказал, вот ты пытаешься меня чем-то наполнить, но я прожил уже около 60 лет в этой жизни, и мой сосуд, он уже переполнен. И вот ты пытаешься влить что-то в меня сверху, а оно просто в меня не вмещается». И вот действительно, очень часто бывает в нашей жизни, что Бог бы хотел нам дать Святого Духа, Он бы хотел наполнить наш сосуд Святым Духом, но проблема заключается в том, что наш собственный сосуд уже чем-то заполнен, и там для Святого Духа уже просто нет места. И вот иногда для того, чтобы наполниться Святым Духом, нам нужно вначале что сделать? Опустошить сосуд своего сердца. Освободить в своем сердце место для Святого Духа. Может быть, вы сейчас вспоминаете кого-то из своих знакомых, которые, возможно, также являются наполненными сосудами, и в которых нет места для Святого Духа. А может быть, кто-то думает о самом себе, о том, что мы, может быть, часто не тем, чем надо, наполняем свой сосуд. Я хорошо помню тот текст, который был мне написан в свидетельстве для крещения, когда я принял крещение. Я не знаю, помните ли вы текст, который был дан вам или нет, но мне было дано пожелание, опять же, из апостола Павла, первое послание к Тимофеям, 4 глава и 16 текст. Текст, который мы все, наверное, хорошо знаем, который говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». И вот здесь не случайно апостол Павел Тимофеев говорит, что «Вникай в себя». Другими словами, не просто занимайся психологией, которая, по сути дела, является наукой, которая позволяет человеку копаться в самом себе. Он говорит, «Вникай в себя, постарайся понять, чем наполнен ты, чтобы наполниться настоящим учением, чтобы проконтролировать то, что является внутри тебя и чем ты должен быть по-настоящему заполнен». Да, многим людям для того, чтобы наполниться Святым Духом, сначала нужно опустошить то содержимое, которое у них есть. И апостол Павел хорошо об этом знал, потому что он сам являлся хорошим примером этого. Когда мы первый раз встречаем апостола Павла, то мы видим, что он также был чем? Сосудом. Но этот сосуд был наполнен гневом, злобой, желанием преследовать христиан и делать им только зло. И вот что сделал Господь однажды с Павлом? Он просто взял этот сосуд и его перевернул. И когда Господь перевернул этот сосуд, он просто опустошил апостола Павла для того, чтобы наполнить его чем-то другим. Бог его остановил, и вот эта остановка его опорожнила. Интересно то, что когда Господь посылает к нему Ананию, христианина, и Анания приходит, говорит интересные слова. 9 глава книги Деяний апостолами, 17 текст. Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал, «Брат Сал, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Анания ему говорит, «Господь пришел для того, чтобы остановить тебя и для того, чтобы наполнить тебя Святым Духом». Наверное, в жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы вынуждены остановиться для того, чтобы переосмыслить то, чем мы занимаемся, тем путем переосмыслить тот путь, которым мы идем. И, наверное, не надо ждать, когда Господь нас остановит. Но последовать совету апостола Павлу, который говорил, «Вникай в себя, посмотри, что наполняет тебя». Но есть еще одна проблема. Представьте себе женщину, которая жила тоже приблизительно две тысячи лет назад. И вот эта женщина за большие деньги в магазине купила небольшой флакон, тоже небольшой сосуд. Сосуд с драгоценными ароматами или духами, можно так сказать. И вот она несет этот сосуд домой и сама даже не заметила, как случайно ударила этот сосуд о камень. И что произошло с сосудом? Сосуд дал трещину, маленькую трещину. Она поставила этот сосуд на полку и на следующий день, когда она захотела воспользоваться, она смотрит, открывает, а там ничего нет, а там пусто. И только рядом может быть небольшая лужа этого драгоценного аромата. Треснувший сосуд. И вот здесь, если уже говорить об этом, то все мы являемся какими сосудами? Глиняными сосудами. И вот у глины есть одно интересное свойство. Любой другой материал, медь, железо, золото, серебро. Его можно всегда переплавить. И если что-то не так с ним случилось, можно опять кинуть его в раскаленную печь и после этого сделать из него новый сосуд. Но что можно сказать про глину? Если глина, глиняный сосуд дал трещину, то его исправить уже ничем нельзя. Такой сосуд уже ни к чему не пригоден. И очень часто в нашей жизни именно грех, который проникает в нашу жизнь, он что делает? Он делает трещину в нашем сосуде. И после этого, сколько ты уже не наполняешь, этот сосуд, все равно он не сможет содержать никакого вещества. Это вещество все равно рано или поздно просочится через его стенки. И вот печально наблюдать, как, например, некоторые последователи апостола Павла, они также дали, их сосуд также в какой-то момент дал трещину. Смотрите, например, послание к Филимону, 1 глава и 24 текст. И здесь апостол Павел, когда пишет это послание Филимону, он подписывает его не только своим именем, но он говорит, что вместе с ним приветствуют Филимона и другие люди, другие его сработники. И среди них он называет Марка, Аристарха, Димасу и Луку. Также, когда мы читаем послание Колоссянам, 4 глава и 14 текст, он также упоминает Димаса, 4 глава и 14 текст. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный и Димас. И, скорее всего, этот человек, которого мы также знаем не так уж и много, был соработником Павла, который сопровождал его во многих миссионерских путешествиях, который делил вместе с ним и радости, и трудности, который, может быть, вместе с ним был изгоняем из синагог. И мы не знаем, что произошло, но потом, в дальнейшем, уже в послании к Тимофею, во втором послании к Тимофею, в 4 главе и 10 тексте, апостол Павел говорит про него другие слова. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Когда-то, даже, может быть, незаметно, в жизни этого человека, в его сосуде образовалась эта небольшая трещина. И через эту трещину все содержимое в этом сосуде, оно вышло и исчезло. Я не знаю, как вам, но мне в жизни также приходилось переживать что-то подобное. Когда ты работал вместе с людьми, трудился, служил Богу вместе с людьми, и они тебе помогали во многом, а потом через некоторое время ты узнаешь, что они оставили Бога. И это очень печально осознавать, что в жизни людей иногда возникает вот эта вот трещина. И Дух Святой, Он полностью покидает их. Иногда трещина может быть очень маленькой, но это не важно. Потому что можно потерять самое драгоценное содержимое даже из-за маленькой трещины. Но что можно сказать? Земные горшечники ничего не могут сделать с треснувшим сосудом. Но небесный горшечник может нас исправить. И помните тот текст, который мы уже зачитали? Это книга пророка Иеремии, 18 глава с первого текста. Здесь апостол Павел говорит, не могу ли я поступить с вами дом Израилев подобно горшечнику сему? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израилев. И, конечно, можно сказать так, что каждый из нас это своего рода треснувший сосуд. Из нас нет ни одного целого. И даже лучшие из нас все равно треснувшие. И можно посмотреть, например, библейских героев. Например, Давид был одним из лучших в Израиле. Но все равно в его жизни нашлась эта трещина. Авраам в его жизни также нашлась эта трещина. Моисей тоже самое. Но какой бы грех не совершил человек, всегда есть возможность покаяться и вернуться. И единственный непростительный грех это хула на Святого Духа. Когда человек сам отказывается быть наполненным этим Святым Духом. И вот сегодня, когда мы живем в последнее время, быть наполненным Святым Духом становится по-особенному важным. И вот почему. Когда мы читаем книгу Откровения, 7 главу, то здесь евангелист Иоанн говорит такие слова «И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Божию, печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырям ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Мы знаем о том, что книга Откровения это книга образов, книга символов и книга метафор. И вот здесь Иоанн прибегает опять же к этой метафоре, метафоре запечатления. Вот печать в древности она имела очень важное значение. Что, как правило, запечатывалось? Если я написал письмо, то что делалось? Оно запечатывалось, чтобы никто не мог его вскрыть и прочитать. Я не знаю, как сейчас, сегодня люди редко, наверное, пользуются обычной почтой, потому что сейчас более популярны электронные почты, всякие другие почты. Но я помню, как когда-то давно еще в Советском Союзе, если кто-то посылал бандероль, то бандероль обязательно что с ней делалось? Брался горячий сургуч, ставился на этот конверт и сверху ставилась печать. Даже совсем недавно использовалось тоже самое. В древности также запечатывались сосуды. Сегодня это, скорее всего, называют пломбированием, ставят пломбу. Например, вы покупаете какое-нибудь электронное устройство и обязательно там на каком-нибудь винтике или еще на каком-то разъеме обязательно будет стоять печать или пломба, чтобы никто не смог проникнуть внутрь несанкционированно. И вот главная задача этой печати, чтобы никто не мог вот этот сосуд открыть. Если продолжить эту аналогию, то можно сказать так, что ангелы проходят по всей земле и запечатывают кого? Каждого из верующих. Каждого из нас. И после того, как они запечатывают наши сосуды, они запечатывают их вместе со всем содержимым. Вместе со всем тем, что в наших сосудах есть. И что будет после этого? После этого будет суд. И тогда Господь посмотрит, а что же было в нашем сосуде? Апостол Павел дает последнее наставление Тимофею. И когда он дает эти последние наставления, во втором послании к Тимофею, в 4 главе 6 стиха он говорит следующее. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Другими словами апостол Павел говорит что? Он говорит «Я уже готовлюсь к смерти, мой сосуд уже запечатан». И он хочет, чтобы сосуд каждого из нас в тот момент, когда он будет запечатан, был также наполнен Духом Святым, как и его сосуд. Итак, давайте сегодня вникать в себя и в учение и наполняться Святым Духом. И пусть Господь поможет нам. Аминь. Аминь.